Доброе утро! Порядка 1400 студентов Егорского государственного университета стали авторами и соавторами социальных проектов в рамках федеральной программы обучения и служения. Подробнее о программе нам расскажет куратор образовательного модуля, руководитель лаборатории социального проектирования Егорского государственного университета Александр Портных. Александр, доброе утро! Доброе утро! В общих чертах у нас есть, конечно, представление о программе, но хотелось бы узнать подробнее, что же такое обучение и служение. Ну я, наверное, начну традиционно с определения методики этой самой. Собственно, обучение служением – это такой педагогический подход, при котором студенты вовлекаются активно в общественно-полезную деятельность через учебный процесс, через образовательный процесс. То есть это не одно и то же, что и добровольчество, волонтерство. Здесь именно особенность в том, что студенты, ну, может, будем так грубо говорить, не выходя с парт, да, то есть они вовлекаются в полезную общественно-значимую деятельность. То есть реализуют социальные проекты в связке с некоммерческими организациями, с нашими социальными партнерами. И, собственно, за это они получают зачеты, то есть какие-то формы аттестации. То есть и это привязано к их основной образовательной программе, то есть профессиональной деятельности. То есть это не просто, да, допустим, пошел там где-то поволонтерил, да, сделал какие-то добрые дела, да, безусловно, но это еще и с привязкой к своим профессиональным знаниям, умениям. То есть чем, допустим, может быть полезен информатик или социальный работник, или турист, да, или там студент физической культуры. То есть это студент абсолютно любой специальности может быть. Да, любой специальности, применяя свои профессиональные навыки, помогая обществу. И вот это сейчас, 1 сентября, позволило программой, вот эта методика обучения служением зашить нам в образовательный процесс. Но здесь еще и помимо того, что помощь, да, отличие от волонтерства в том, что это может повлиять на выбор будущей профессии, правильно мы понимаем? И за это еще и деньги можно получать, чего волонтеры категорически не любят. Как проходит процесс обучения, в какой форме все это происходит? Ну, собственно, сама методика, она предполагает внедрение, интеграцию в образовательный процесс через какие-то определенные форматы. То есть такими форматами, допустим, является дисциплина. То есть, к примеру, нашему университету удалось, так скажем, безболезненно внедрить данную методику в дисциплину основы проектной деятельности. И сегодня она у нас называется основа проектной деятельности, общественный проект обучения служением, где все студенты нашего первого курса, а это порядка 700 человек, то есть они погрузятся в процесс социального проектирования. Они узнают, что такое социальный проект. И на примере учебных проектов поработают, проникнутся какими-то социальными проблемами, в том числе и студенчество, региона, города в целом. Вот. Помимо дисциплины, это такие форматы, знакомые, думаю, и вам, и нам всем. Это курсовые проекты, это дипломные проекты, это проектные работы. Вот. То есть вплоть до того, что студент, если его заинтересует эта траектория, да, именно обучение служением, да, траектория социального проектирования, он может дойти до диплома и написать единолично, либо в составе команды коллектива, коллективную дипломную работу в формате общественного проекта. Допустим, в связке с некоммерческой организацией, в связке с другими нашими социальными партнерами. То есть на выходе это уже будет готовый проект, правильно? Да, это готовый проект. Помимо того, что это будет зачет в дипломную работу, еще и готовый проект. Вот как раз таки, если позвольте, о партнерах. Как много их сегодня, да, уже есть, кто подключился, и кто в числе этих партнеров? Есть какие-то значимые? Да, ну, на самом деле, да, почему еще наш Егорский государственный университет стал пилотной площадкой внедрения модуля обучения служением, да, большой такой федеральной программы, в которую вошли 133 вуза сегодня, это как раз таки та фундаментальная база, которая была в университете создана. За счет и благодаря проектной деятельности, которая уже успешно третий год у нас в университете реализуется. И ребята пишут под руководством наставников, заказчиков интересные проекты. Это и технические проекты, это и социальные проекты. Поэтому база для развития уже была. И, собственно, ряд партнеров, они уже у нас сформированы, они уже были. Вот, собственно, сегодня мы расширяем эту базу. На сегодняшний день это порядка чуть более 15 социальных партнеров, социальных заказчиков, да, в числе которых, допустим, государственная библиотека Югры, наши музеи, государственный художный музей. Это автономно-некоммерческие организации, допустим, там «Малая Родина» или общественная организация «Спасение Югры». И даже есть у нас социальные заказчики из числа других регионов. То есть, вот, допустим, у нас есть заказчик из города Санкт-Петербург, это доброделы Санкт-Петербурга, общественная организация. Есть из других городов региона, это город Югорск, фабрика изобретений. Общественная организация, студенты для этой общественной организации создают сайт. Поэтому вот список наших партнеров, он достаточно обширный сегодня, да, такой разноформатный. То есть, эти компании заинтересованы в свежих кадрах, правильно? То есть, в дальнейшем, возможно, продолжить сотрудничество, скажем так, после завершения? Да, но тут и кадры, да, совершенно верно. Тут, как бы, и возможность взрастить кадры, устроить на работу. Если это заинтересует, может быть, студенты заинтересуют открыть свою общественную организацию, заниматься социальным предпринимательством, как вариант. Перспектив масса. Просто, конечно, здесь социальные заказчики, в первую очередь, видят свой интерес, потому что для них это те ресурсы, те человеческие профессиональные ресурсы, которых зачастую у общественных организаций, государственных учреждений, ну, либо дефицит, либо не хватает. Вот это замечательно, что вы не даете скучать студентам. Я вспоминаю свою просто молодость. Помню, что у меня была масса свободного времени, у вас наверняка ее нет. Это здорово, и это правильный подход к взрослой жизни. Спасибо огромное, что пришли и рассказали. Желаем удачи в вашем нелегком труде. Спасибо, хорошо. Спасибо, всего доброго. Друзья, с гостем прощаемся. Вам же говорим, вернемся буквально через две минуточки. Не убегайте, мы здесь будем.